Тему дипломатии и того, как, насколько трудно вести дипломатическую работу во время полномасштабного вторжения России в Украину, обсудим с дипломатом, чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Хорватия, Боснии и Герцогевине с 2010 по 2017 год. Александр Левченко с нами на связи. Александр Михайлович, здравствуйте, рада вас приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте, приветствую вас. Знаете, вот если раньше дипломатию до полномасштабного вторжения недооценивали с какой-то точки зрения, сравнивали это с обычными заявлениями, да, с официальной позицией, то сейчас дипломатия в себе несет, я бы не сказал, что исключительно только так называемую мягкую силу дипломатических дискуссий. Как показывает практика, дипломатия сейчас очень актуальна и на часе, да, очень вовремя и во время полномасштабного вторжения, не так ли? Ну, дипломатия всегда используется государством как орудие продвижения своих интересов, регулирования ситуации в отношениях с партнерами, а, естественно, еще в военное время, во время российской агрессии, роль в дипломатии еще более возрастает. Несмотря на то, что, конечно же, главные события проходят на фронтах, где наши вооруженные силы борются с агрессором, дипломатическая служба играет свою позитивную роль в коммуникации с нашими западными партнерами, со всем миром и доносит сигнал о том, что же здесь происходит. Хотя все страны мира, большинство имеет в Киеве свои посольства, тем не менее, внешнеполитическая служба работает с тем, чтобы правительства всех стран мира получали вовремя информацию и объективную информацию о том, что здесь происходит. Ну и, в конце концов, когда закончат свою работу наши вооруженные силы, концовка войны будет за дипломатами, когда будем подписывать договор о окончании войны и выдворение российских войск окончательное с территории нашего государства и предоставление, соответственно, новых гарантий безопасности для нашего государства, дабы агрессор снова сюда не пришел через год-два-пять. Я хотела бы еще, конечно, поговорить о дипломатическом поражении страны, которая осмелилась напасть на Украину, о дипломатическом поражении России. На мировой арене действительно уже видны результаты. Мы в течение этого уже более чем года полномасштабного вторжения России на территорию Украины не единожды фиксировали, озвучивали и показывали разные, иногда даже комические ситуации, в которых были замешаны российские дипломаты. Но вместе с тем, как вы считаете, насколько этот эффект может быть пролонгированным? Ну, всегда в борьбе с агрессором не нужно его недооценивать. Поэтому сразу заявлять, что там все уже они проиграли. Да, борьба идет. Они с внешнеполитической службой фактически сделали пропагандистскую службу. Они фактически используют эти каналы, потому что российское телевидение на зарубежье уже их в большинстве стран закрыли, потому что это недостоверная информация, это фейковая информация, информация, которая вводит в заблуждение людей. Поэтому они используют каналы дипломатов, которые общаются напрямую в мировом информационном пространстве, имеют возможность. Ну, прежде всего, таким пропагандистом стал Сергей Лавров. Поэтому будет отвечать за то, что он там говорит и позволяет себе говорить, как пропагандист. И, естественно, ответит за то, что как министр иностранных дел не сделал ничего для того, чтобы не допустить военного вторжения в Украину. Естественно, что за этот год и два месяца донесены сигналы о том, что российская дипломатия врет, как и российская пропаганда. Она недоговаривает, перекручивает факты, откровенную ложь сеет. И поэтому партнеры, наконец-то, это поняли. И ко всем заявлениям российского МИДа большинство стран мира относятся очень критически. А к некоторым даже с большой насмешкой, потому что без улыбки некоторые заявления Марии Захаровой, ну, просто невозможно слушать. Студия. А скажите, пожалуйста, в целом, в дипломатическом обществе существует такой механизм, чтобы вот в данном случае из Российской Федерации сделать полный дипломатический игнор? Потому что, как ни крути, но слово предоставляют, озвучивают этот бред, о котором вы говорите, и о госпоже Захаровой также, о ее выдумках разного формата. Можно ли сделать игнор или же нет? Такая себе дипломатическая изоляция. Да, дипломатическая, да, очень-то точно подмечен. Ну, понятно, бойкот какой-то и так дальше. В каких-то дипломатических сообществах их никуда не приглашают, с ними не общаются, с ними, так сказать, держатся на дистанции. Еще плюс ко всему, что они врут, они же еще используют дипломатические представительства для своих разведслужб, причем так безобразно, откровенно, нагло. Поэтому российская дипломатия, фактически, ее искренность и честность поставлены под большой знак сомнения. Ну, если с тем, вы видите, они же нагло ворот. Вот Лавров приехал в Нью-Йорк и там стал всех поучать демократии, понимаете. В стране, где за критику правительства идут 20-25 лет, а серийные убийства получают 15 лет, серийный насильник 17 лет. А Карамурза получил 25 лет, потому что он не согласен с тем, что правительство российское ведет войну против соседнего государства, нарушая все принципы, нормы международного права. Я уже не говорю о наших всех трехстах двусторонних договорах и соглашениях, которые Россия просто растоптала, наплевала и так дальше. Так что вот ситуация такая, зависит в какой сообществе, в какой стране. Если будет это Мали, где активно действует Вагнер, то, наверное, там такого нет. А если это будет где-то в Италии, то, скорее всего, к российскому дипломатам относятся с большим подозрением. Хотя еще недавно, до войны, они имели определенный авторитет в студии. Да, вот вы говорите об осторожном отношении, а мы несколько более категоричными были с Олегом и говорили даже о полной изоляции. И тут в следствии хочу, скажем, вдогонку задать вопрос, а нужна ли эта абсолютная изоляция? Потому что ведь когда прорезается голос российской дипломатии, когда они несут тот без привлечения бред, который они озвучивают часто на международных мероприятиях, заседаниях, встречах, мы можем предположить и несколько попытаться просчитать их следующий шаг. Потому что, во-первых, часто Россия обвиняет всех вокруг в том, что она сама собирается предпринять, и вследствие действительно это делает. Ну, а во-вторых, мы вообще можем понимать о настроениях внутри самой России и о состоянии, собственно, верхушки власти там. Ну, понятно. Я вспомнил Лаврова в Нью-Йорке. Он опять сказал, что украинцы — это нацисты, понимаете. Они нам бомбят Киев, Умань сейчас, жилые кварталы. Они кто? Ну, они даже не нацисты, они неандертальцы. У меня, например, дед погиб в партизанах, второй освобождал Краков и Берлин в составе Первого Украинского фронта. А я что-то не слышал, чтобы Лавров сказал, что кто-то с его семьи участвовал в Великой Отечественной войне или Второй мировой. Там, наверное, они доблестно защищали тыл, скорее всего. А украинский народ, который потерял в этой войне больше всего людей, это 14 миллионов и тридесятых, это демографические потери из 27 миллионов СССР, демографических потерь, и 10 миллионов убитыми из 20 миллионов потерь СССР, то, оказывается, украинский народ — вот нацисты. И он сидит себе спокойненько, такой говорит, естественно, мы ему это не простим. Будет отвечать, как Риббентроп, то есть шеф дипломатии Третьего рейха. Когда его судили в Нюрденге, он говорил, да я до конца там не знал о концентрационных лагерях, о том, что там какие-то были массовые репрессии, я же занимался дипломатией. Ну, его послушали и приговорили к смертной казни, его повесили. Сейчас европейская система судебная намного либеральней, нет смертельной казни. Ну, пару пожизненных сроков Лавров точно получит. Студия. Но, опять же, мы говорим о фактах, которые всем известны, но все равно продолжается дискуссия, продолжаются дипломатические переговоры. Более того, Россия же сейчас продолжает членствовать в месяц она, в ООН, по-моему, членствует. В этой безопасности, да, в апреле. Как такое может быть в современном мире, когда весь мир видит полномасштабное вторжение, эти зверства, которые делают россияне, в том числе, и сам вышеупомянутый Лавров, это все же оправдывает? Ну, а что он будет делать? Это ж сталинская школа, понимаете, когда СССР выкидывали из Лиги наций за агрессию против Финляндии, о том, что они бомбардируют Хельсинки. Там посол сидел и доказывал, что мы не бомбардируем. Когда его фактами уже прижали, о том, говорит, да, наши бомбардировщики летают над Хельсинки, но не бросают ни бомбы, а мешки с хлебом. Вот такая вот эта ж традиция вранья полного. Так что Лавров, а Сталин что? Сталин самый лучший пример для Путина, оказывается, что в сталинские времена это все было отлично. Был в СССР, видите, как все хлопают и так дальше. Но Сталин умер, там все даже заплакали. Так что, когда умрет Путин, не исключаю, что кто-то слезу пустит. А потом через год-два, оказывается, когда открыли факты о том, кто такой Сталин, ну так его же вынесли из Мавзолея, запретили о нем вспоминать 50 лет. О нем вообще не говорили, пока не пришел к власти Путин. Студия. Хотелось бы все-таки вернуться к теме работы конкретно украинской дипломатии. Ведь сейчас и в связи с тем, что на территории Украины продолжается война, развязанная Россией, перед украинской дипломатией стоят новые вызовы. Но вместе с тем и современные технологии также, я думаю, предлагают и новые возможности. Хотя бы в том, чтобы та информация, которая предоставляется на международном уровне, она имеет более четкое подтверждение всему, что звучит, в принципе, на международных аренах. И как вы считаете, насколько действительно дипломатия имеет влияние на, например, процессы, которые связаны с поддержкой со стороны наших партнеров, на взаимодействие, на новые сотрудничества и так далее, конкретно сейчас, пока еще продолжается война на территории нашей страны? Ну, я еще раз повторюсь, что идет коммуникация через дипломатические представительства. Они, Украина, имеют во многих влиятельных странах. Поэтому дипломаты каждый день информируют МИД страны, встречаются с политическими деятелями тех стран, доносят информацию до средств массовой информации. Стран пребывания о том, что происходит, и это очень-очень важно. А российская дипломатия, соответственно, пытается доносить свои сигналы, врать о том, что здесь происходит, что здесь нет войны, а что-то непонятно. Неандертальское московское общество несет сюда свободу, мир, крадет детей, о чем у них уже парламентская ассамблея Совета Европы, так сказать, подтвердила это Путина. На Путина уже есть ордер на арест за то, что глава государства дает указание воровать украинских детей. Ну вот с виду, видите, такой в костюмчике, в галстуке, и ворует детей чужих. А за это надо отвечать перед Международным судом. Про бомбардировки это уже будет отдельная история и ответственность этого человека, ну или получеловека, потому что они иандертальцы, это полулюди, о том, что он рассказывает и так далее. Вот как Сталину ему всех лопают, его возвеличивают, но подчеркиваю, что Сталина, скорее всего, задавило руководство. А потом репрессивили всех, кто были вокруг Сталина. Не исключаю, что такая будет история и в Москве опять. Там, как правило, переход власти из рук в руки проходил очень турбулентно, непросто, и каждый потом нес свою ответственность. Ну то, что перед Богом, я уже не говорю, потому что там, скорее всего, ему Кирилл рассказывает, что он, наверное, попадет в прай, а его там места уже давно и нет. За такие вещи очень-очень нужно такое уже местечко в Ваде похуже. И я думаю, что там, в этом казане, где он будет его там варить, наверное, будут защитники Азовстали лично этим заниматься. Поэтому ответственность рано или поздно должна наступить. Сама по себе она не наступит. Значит, за это нужно бороться. Украинская сторона проводит дипломатическую информационную работу со своими партнерами, дабы потом опять такие люди, как Путин, не пришли к власти, не обманывали свой народ, не расширяли в обществе идеологию рашизма, это русский фашизм современный, и отравляли умы россиян своим преимуществом, шаминизмом, какой-то высокомерностью, что все России почему-то что-то должны. А, извините, им никто и ничего не должен. Студия. Кстати, вот вы анализируете, вспоминаете историю времен Сталина, когда его по факту свои же и вынесли, условно говоря. Такая сейчас, судя по всем тем файлам, документам, которые уже попадают в публичное пространство, здесь судьба очень-очень схожа, и тут я с вами полностью согласен. Опять же, если говорить непосредственно о современной дипломатии и о том, чтобы украинская дипломатия стала еще сильнее, чтобы голос Украины был слышен еще больше, хотя стоит отметить, что Украина сейчас на слуху абсолютно у всех. Скажите, пожалуйста, из вашей практики, какие рычаги влияния и есть ли они еще у Украины, чтобы быть лидерами дипломатии, чтобы к нам прислушивались не только в формате войны, которую развязала Российская Федерация против Украины, а и в плане будущего миропорядка? Ну, конечно, нужно продолжать вести активную работу с политическими кругами, общественностью, широкими народными массами, а ты же не пойдешь, куда это? Значит, работа в медиа, то, что Россия всегда понимала и через свои пропагандистские каналы, и через своих дипломатов, которые стали пропагандисты, фактически пытаются нести всякую чусь, извините, отравенную брехню. Поэтому и украинские дипломаты должны еще шире пользоваться, да, социальные сети, да, выступления на телевидении, писать статьи в газетах, встречаться в университетах с молодежью, и доносить вот правду, потому что правда, ее сила в том, что она может и должна победить большую кремлевскую ложь в студии. Александр Михайлович, мы благодарим вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Хотим напомнить нашим зрителям, что на связи с нами был дипломат, чрезвычайный полномочный посол Украины в Республике Хорватии, Боснии и Герцоговине Александр Михайлович Левченко.